Меня зовут Чарли Эдуардо, и я являюсь менеджером по перкуссионным инструментам фирмы Рима. Добро пожаловать! Это видеоинструкция к пластикам для Конго, как они ставятся, и о том, как их выбрать для ваших барабанов. Пока что индустрия производства Конго не стандартизирована, поэтому вы можете столкнуться с разными видами пластиков для вашего барабана. Давайте сперва поговорим о строении барабана Конго. При производстве Конго не стандартизированы. У нас есть барабаны Кинда Конго и Тумба, и у разных производителей они будут иметь различные размеры. Как мы видим, у барабана имеется горло, это расстояние отсюда досюда в этой плоскости. Другим элементом Конго является обод, который ставится с пластиком сверху. После того, как он будет установлен на Конго, надо просунуть крючки в ушки, и можно приступать к настройке барабана. Теперь давайте поговорим о пластиках. Диаметральный размер пластика от края до края мы называем размером короны. У Рима эти размеры стандартизированы. Это 9,3 четверти, 10,3 четверти, 11,06, 11,75, 12,5 дюймов и 13. Они никогда не меняются. Различие между пластиками состоит во внутреннем размере. При этом учитываются различия для обручей разных диаметров в производстве Конго. Например, D1 имеет меньший размер. D2, D3, D4 будет наибольшим. Важнейшая вещь, на которую стоит обратить внимание в самом начале, это размер вашего барабана и его модель. Например, если у вас есть модель LP, как у меня здесь, то это размер тумба. У этого LP барабана имеются удобные расширенные обода. Это большой обод. Сейчас Latin Percussion делает несколько других моделей. У них есть модель второй версии Curved Curve с меньшим диаметром. Сами барабаны одинаковые, но обода различные. Очень важно это понимать. Можно определить размер обода по местам для креплений, которые мы называем ушками. Здесь они очень гладкие, без выступов. А если посмотреть на большой обод, у него есть кромки. Это очень важный момент для определения размера вашего обода. Если он большего, то нужно использовать пластик большего диаметра D2. Соотношение между ободом и пластиком имеют решающее значение. И давайте начнем с этого. Модель Curved Curve 2 это наименьший обод, для которого вам нужен пластик Рима, Кримплок Симметри, размером D1, с диаметром 12,5 дюймов. При таком соотношении, если надеть обод на пластик, мы увидим, что он будет сидеть там довольно свободно. Установив такое соотношение, можно надеть их на барабан и начать центровку пластика по отношению к телу барабана. А дальше вот с чем вы можете столкнуться. Могут возникнуть две ситуации. Рассмотрим их на конкретном примере с этой тумба от LP размером 12,5 дюймов. Во-первых, размер пластика может быть больше горла барабана. При этом видно, как пластик двигается назад и вперед. Не переживайте, это нормально. Диаметр барабана меньше диаметра короны пластика. Как только вы его оцентруете, под натяжением он примет необходимый размер. Такие модели симметричных пластиков специально для этого и разработаны. Надевайте обод на оцентрованный пластик, вставляете крюки в ушки обода и равномерно натягиваете их. Второй вариант, с которым можно столкнуться у других производителей Конго, когда горло барабана больше, чем опорная кромка пластика. Смотрите, как он качается вперед и назад. Не переживайте, это нормально. Как только вы наденете обод на пластик и оцентруете его на барабане, просто вставьте крюки в ушки обода и равномерно натягивайте их. С натяжением пластик примет форму несущей кромки барабана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...